Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать вам о книге американского историка Энтони Графтона, книге с несколько неожиданным названием и предметом. Она называется «Сноска. Любопытная история», и была она опубликована в 1999 году в издательстве Гарвардского университета. Речь в ней идет о сносках, которые являются неотъемлемым элементом любого научного текста, и в частности исторической монографии. В своей книге Графтон представляет глубокий экскурс в историю сноски и в саму практику документирования и подтверждения тех высказываний, которые делали историки прошлого, ну и попутно он опровергает целый ряд расхожих представлений. В частности, он опровергает представление о том, что сноски на первоисточник стали неотъемлемой чертой исторической монографии, начиная с великого немецкого историка 19-го столетия Леопольда фон Ранке, которого обычно называют «отцом современной историографии». И действительно, Ранке не только написал множество влиятельных трудов по раннемодерной истории Западной Европы, но и стал основателем целой исторической школы. В числе его учеников были многие отцы-основатели национальных историографий Восточной Европы, но также целый ряд видных немецкоязычных историков. Я бы выделил, конечно же, прежде всего, Якова Бурхарда, автора знаменитой культуры Италии в эпоху Возрождения. Знаменитый семинар Ранки, участники которого, то есть его ученики, упражнялись в критике исторических источников, был взят за основу формирования исторических школ в американских университетах с конца 19-го столетия, что с самого начала поставило американскую историографию на очень солидную основу. Наконец, немалую роль в представлении о Ранке как о начале современной исторической науки сыграли его философские представления об истории. Прежде всего, его принципиальный отказ ставить одну историческую эпоху выше другой, или ближе к Богу, так сказать, чем другие эпохи, как выражался сам Ранки. Из этого необходимо следовала мысль о том, что любая отдельно взятая историческая эпоха должна была рассматриваться и описываться не в свете других предшествовавших ей или последовавших за ней эпох, а исходя из каких-то своих собственных присущих ей самой категорий. И, собственно, целью историка должно было быть описание дословно того, как обстояло дело на самом деле, опять же, вспоминая знаменитую формулу Ранки. Ну а выяснение того, как дело обстояло на самом деле, могло достигаться только посредством критики и анализа первоисточников, чему, собственно, и обучал Ранки на своем семинарии, что делало сноски необходимым элементам исторических монографий. Графтон релятивизирует новаторскую роль Ранки и отмечает, что основы критического отношения к текстам были, конечно же, заложены еще в эпоху Ренессанса. Можно вспомнить знаменитое открытие поддельного характера Константина Вадара итальянским гуманистом Лоренцо Валло. Собственно, то же самое образование, что было у Валлы, то есть образование филолога-классика получил изначально и сам Ранки. И, конечно же, он видел, что многие из современных ему специалистов по Древней Греции и Древнему Риму, в частности, Георг Бартольд Небур, один из крупнейших историков Древнего Рима начала 19-го столетия, все эти специалисты-классики, так сказать, демонстрировали вполне критическое отношение к источникам. Можно сказать, что оригинальность Ранки заключалась в том, что он просто перенес это критическое отношение с античных текстов на политические тексты нового времени. Однако невозможно не обратить внимание на то обстоятельство, что Валлу и Ранки разделяют четыре столетия. И для того, чтобы объяснить столь запоздалое проникновение критического анализа источников из классической филологии в историографию нового времени, Графтон обращает внимание на влияние тех, опять же, классических моделей историоописания, которые долгое время оказывали влияние на раннемодерных историков, препятствуя усвоению ими вот этого самого критического подхода к источникам. И в этом Графтону как нельзя лучше помогает проблема сноски. Дело в том, что ренессансные и раннемодерные историки, и даже историки 18-го столетия в целом не любили сноски. И связано это было с тем, что раннемодерные историки зачастую рассматривали в качестве образцов для подражания труды античных авторов. А те, в свою очередь, зачастую, прежде всего, ставили во главу угла высокохудожественные нарративы. А сноска, как известно, прерывает течение нарратива. Собственно, проблему сноски с литературной точки зрения хорошо выразил один из цитируемых Графтоном современных историков, который сравнил сноску с необходимостью ответить на звонок в дверь в тот момент, когда вы занимаетесь любовью. В общем, важность нарратива, конечно же, для древних историков и для раннемодерных историков не означало, что и древние историки, и подражавшие им ренессансные коллеги не придавали большого значения достоверности. Многие из античных историков, Геродот, Фукидит, Цезарь, Тацит, описывали события недавнего по отношению к ним прошлого. И некоторые из них принимали, собственно, в этих событиях самое непосредственное участие. Ну и кроме того, они также ссылались на других участников событий, кстати, предпочитая личные и персональные свидетельства письменным документам. Ну, видимо, потому что считали такие личные и персональные свидетельства более достоверными, что ли, чем письменные документы. Ну и примером подражания вот этим античным образцам является, среди прочего, история Италии Франческо Гвичардини, современника Никола Маккиавелли, которая была написана вполне вот в стиле Фукидида и Цезаря. Это была история эпохи, в которой жил сам Гвичардини, в которой он сам, как искушенный дипломат, выступал в качестве важного действующего лица. Ну и это, собственно, и делало его одним из основных источников для вот того самого нарратива, который он написал. Ну а для Ранки же история Гвичардини была характерным примером игнорирования историками прошлого вот тех самых документальных первоисточников, в которых Ранки видел единственную основу научной историографии. Однако, даже если критика Ранки в отношении к Гвичардини отчасти обоснована, разумеется, далеко не все домодерные или раннемодерные историки жертвовали достоверностью в угоду литературности. Графтон, в частности, приводит пример французского историка Жака Агюста де Ту, современника религиозных войн во Франции в конце 16-го столетия, чья многотомная история моего времени вплоть до 18-го столетия включительно пользовалась большим уважением, несмотря на отсутствие в ней сносок как таковых. Написанная на латыни для высокообразованных читателей, которые, как и де Ту, ценили литературные качества исторической работы, эта история характеризовалась большой, по меркам той эпохи, достоверностью. Но достоверность эта достигалась благодаря беспристрастности автора. Сам де Ту был католиком, который, тем не менее, осуждал крайности религиозных войн, такие как Варфоломеевская ночь, и стремился найти чисто политическое разрешение вот этого религиозного конфликта. Помимо того, что де Ту был очевидцем многих событий, он также рассылал предварительный текст своей истории членам так называемой ученой республики, так называлось раннемодерное европейское сообщество образованных людей, с тем, чтобы они могли исправить какие-то неточности. И пример де Ту показывает, что сноски на исторические документы не были непременным условием сознательно-критического и беспристрастного историю описания. С другой стороны, если не сноска в ее современном виде, то, по крайней мере, ссылка на письменные источники, то есть их упоминания в тексте, практиковалась еще в древности. Речь идет, прежде всего, о тех негреческих авторах, авторах геллинистической и римской эпох, которые, оказавшись под властью сначала греков, а потом римлян, попытались взять своеобразный реванш, продемонстрировав, что их народы древнее и, на самом деле, мудрее завоевателей. Так можно вспомнить египетскую историю жреца Манифона, жившего в самом начале III столетия до н.э. при правлении в Египте соратника и последователя Александра Македонского Птолемея Филадельфа. И вот в этой самой египетской истории Манифон донес до нас информацию о первых династиях фараонов, собственно, некие представления о хронологии древней египетской истории мы можем почерпнуть из тех фрагментов истории Манифона, которые были воспроизведены другими, более поздними авторами античности и дошли в этом виде до нас. Можно также вспомнить древнееврейских авторов эллинистического периода, которые пытались доказать, в частности, что Платон был обязан своей мудростью Моисею, то есть, что мудрость Моисея древнее мудрости Платона. И на самом деле мудрость Платона исходит из этого Моисеева источника. В обоих случаях имела место отсылка к древним текстам и на, соответственно, древнеегипетском и древнееврейском языках. Графтон также указывает на то, что практика ссылки на письменные источники была характерной для ряда, собственно, греческих историков, например, для Ктесия, одного из последователей Геродота, который ссылался в своем описании персидской истории на документы из архива персидских царей. Графтон также напоминает нам, что богатая практика ссылок на письменные источники развелась в рамках церковной истории. И опять же, истоки ее можно усмотреть уже в древности. Например, знаменитый Евсевий Кисарийский, церковный историк IV века н.э. систематически ссылался на жития святых, на письменные источники. В XVI столетии этот жанр церковной истории достиг своего апогея в таких трудах, как Магдебургские центурии протестантского историка Матиаса Флациуса, а также церковные анналы Цезаря Барония. Оба эти труда основывались на огромном количестве исторических документов, а также на эпиграфических и археологических источниках. Графтон также пишет о большой традиции использования сносок для ссылки на письменные источники в трудах знатоков древностей и диковинных вещей, которая в эпоху Ренессанса и раннего Нового времени была представлена целым рядом знаменитых имен. Можно вспомнить, например, Флавио Биондо, 15-го столетия, или же Афанасия Кирхера, применительно к 17-му столетию. Кирхер, например, стремился очень скрупулезно задокументировать все факты, которые он излагал на страницах своих многочисленных трудов на самые разные темы, от древней истории и реконструкции древних языков, до описаний Китая, до каких-то научных трудов и так далее. И вот ссылаясь на все эти многочисленные факты, которые он излагал, он, естественно, делал это очень скрупулезно, но при этом надо отметить, что вот это дотошное документирование далеко не всегда выливалось в критическое отношение к самим источникам. Кирхеру как раз зачастую недоставало этого самого критического отношения, несмотря на очевидную систематичность. Вот почему важным этапом в истории сноски стал исторический и критический словарь Пьера Бейля, вышедший в самом конце 17-го столетия и оказавший огромное влияние на развитие деизма и религиозной терпимости в эпоху просвещения. Бейль, которому графтон посвящает отдельную главу, был протестантом, который оказался вынужден покинуть Францию в результате отмена Людойком XIV знаменитого Нандского эдикта, посредством которого дед Людойка XIV, Генрих IV, предоставил своим бывшим единоверцам Гугенотам определенную свободу вероисповедания, как способ преодолеть вот этот самый раздиравший Францию религиозный конфликт. И, будучи изгнанником, Бейль, конечно же, вполне ожидаемо был очень критичен по отношению к католическим апологетам. Однако у Бейля было достаточно оснований для того, чтобы критически относиться к своим собратьям-протестантам. И вот это обстоятельство и способствовало развитию Бейля критического умонастроения, которое первоначально вылилось в проект словаря исторических ошибок и заблуждений. Ну и этот проект в итоге эволюционировал в его знаменитый исторический и критический словарь. В результате Бейль соединил присущее для антикваров-энциклопедистов, подобных Кирхеру, дотошное документирование с критическим отношением к самим письменным источникам, которого Кирхеру, как уже было сказано, не доставало. Это, конечно же, не означает, что именно Пьер Бейль, а не Ранке, был основателем модерной историографии. Дело в том, что критичность по отношению к конфессиональным апологетам вовсе не равнялась беспристрастности в оценке исторических эпох. В своем опровержении религиозной нетерпимости и абскурантизма Бейль, безусловно, не был беспристрастным в описании прошлого в целом, которое во многом ассоциировалось у него с варварством, фанатизмом, и тем самым имплицитно противопоставлялось будущему, к которому Бейль относился со сдержанным оптимизмом, с надеждой, так сказать. Собственно, Бейль является ключевой фигурой для понимания того, каким образом просвещенческий оптимизм, породивший, в конце концов, религию прогресса, пришел на смену в целом пессимистическому отношению к настоящему и к будущему, которая характеризовала ренессансных гуманистов вообще и вообще всех тех, для кого прошлое, по крайней мере, определенная эпоха в прошлом, некий золотой век, был источником некой идеальности. Эта смена исторического умонастроения, так сказать, обретения уверенности, по знаменитому выражению Питера Гея, автора известной двухтомной истории просвещения, произошла во многом благодаря Бейлю. Однако ценой такой смены оказалось пристрастное негативное отношение к прошлому, которое, конечно, было несовместимо с принципом ранки, относительно того, что историк должен был быть равноудален от всех исторических эпох, дабы писать беспристрастно. Не был Бейль отцом современной историографии еще и потому, что не он осуществил фактический синтез вот этой высокохудожественной историографии в духе знаменитых греческих и римских авторов с антикварной эрудитской традицией в духе Кирхера. Большинство авторов по-прежнему либо жертвовали сносками ради сохранения нарратива, либо жертвовали нарративом ради документации. Соединять первое со вторым и удавалось немногим, и из числа авторов XVIII века наиболее убедительным образом это делал Гиббон, Эдвард Гиббон, автор знаменитой истории упадка и падения Римской империи. Однако, во-первых, Гиббон писал не про современную ему эпоху, подобно Гвичардини или Дету, и потому не был столь связан высоколитературными образцами истории Фукидида или Цезаря. Гиббон описывал то, что для него было далеким прошлым, а потому, разумеется, нуждалось в подтверждении ссылками на источники. Ну а во-вторых, Гиббон освоил сноску еще и потому, что в XVIII столетии сноска обрела определенные литературные функции. Она оказалась востребована авторами просвещения, поскольку предоставляла возможность для иронических комментариев, отступлений, которые, надо сказать, были очень в духе вот этой эпохи деизма, деистического скептицизма и вольнодумства. Ну и в заключении, возвращаясь к вопросу о том, был ли Леопольд фон Ранке отцом современной историографии или нет, можно, наверное, сказать, что Ранке создал школу и даже некую универсальную модель создания исторических школ вокруг тех самых семинаров, посвященных критике исторических источников. И эта модель оказала широкое воздействие как на Европу, так и на Соединенные Штаты. Однако книга Графтона демонстрирует, что было бы ошибочно полагать, что Ранке был первым историком, систематически использовавшим сноски с целью документирования, и также не стоит преувеличивать его новаторство в плане критики исторических источников. Вот поэтому читайте книгу Энтони Графтона «Сноска. Любопытная история» и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok